Вопрос эксперту Здравствуйте, Бьерн. Гутен так. Знаю, что прилетели вы буквально накануне, но хоть что-то успели посмотреть в России? После длительного перелета я уже побывал на ледовой арене, встретился с тренерским штабом и определил уже некоторые видения о клубе «Виктория» и вообще о хоккее в Новомосковске. То есть вы прилетели с определенной миссией, ознакомительной миссией. И вот хотелось бы узнать поподробнее, на каком же уровне хоккей в Новомосковске, вот конкретно в клубе «Виктория». Я бы не назвал это каким-то целенаправленным процессом чему-то кого-то научить. Да, я именно приехал познакомиться, понять, что происходит в клубе по направлению хоккейной линии, плюс ознакомиться с новой структурой в клубе. Знаю, что ранее в России вы уже были недолго в городе Магентагорск. Магентагорск, вот расскажите, что это была за поездка. Да, меня приглашали в Магентагорск, но опять же не для того, чтобы поделиться каким-то опытом. Я приехал туда по линии Федерации хоккея Швеции для изучения различных методик в России и Европе. Мы приехали туда посмотреть развитие российского хоккея, сравнить его со шведским, ну и, естественно, сделать выводы, чтобы в дальнейшем все изложить для изучения этой информации молодым тренерским поколениям в будущем. Ну тогда раскроете секрет, в чем же главное отличие шведского хоккея от российского? Здесь нет никаких секретов. Все зависит от правильного направления, видения, работы всей структуры. Не только одного тренера или одного игрока, а все зависит от системы, которую выстраивает Федерация. Все для того, чтобы достичь поставленных целей. Ведь всегда есть возможность что-то улучшить. И то, что на сегодняшний день шведы играют первую роль на мировой арене, это заслуга всего шведского хоккея, всей той структуры, которая выстраивалась. Та программа, которую мы готовили в Магентагорске. Она не является секретной. Она есть у всех федераций. Вопрос в том, как ей воспользоваться. Это уже решают на местах. Хорошо. А в чем заключается ваша работа? Вот получается, что вы тренер тренеров, так? Моя карьера длится уже более 40 лет, поэтому в моей карьере были разные тренерские направления. Я работал и с детьми, работал с профессиональными хоккеистами в Швейцарии. На сегодняшний день для меня нет определенного значения, как тренер, работающий на определенном направлении. И действительно, я работаю и с тренерскими штабами, и для меня это интересно. Разрабатывать некоторые направления, как, например, с тем же хоккейным клубом «Виктория». Тренер – это общее название, а направлений очень и очень много. Вот как раз таки вы сказали, тренерский штаб, да, это же не один, не два человека. Вот как сплостить этот коллектив единой задачей? Вот как раз таки что-то такое я и прорабатываю в школе Новомосковска. Там, в Виктории, молодой тренерский штаб, и эти тренеры прошли хоккейную школу. Они видели хоккей совершенно на другом уровне, как хоккеисты, как игроки. Это дух, сплоченность, команда. Тренерский штаб состоит из 15 человек, у каждого есть по 20-30 детей. И вот это уже немного другое. Нужно дать направление каждому тренеру и потом придать целостность всему коллективу. Для этого нужно большое умение и мастерство. Нужно уметь работать в команде. И вся эта пирамида строится под линию развития, которая выбирается клубом. Вы сказали о молодых тренерах. Вот в футболе есть такая тенденция, что команду возглавляют молодые люди. Вот в хоккее тоже есть такое? На сегодня, если взять, то, наверное, нет таких тренеров, каким были Тихонов и Тарасов. Все-таки, повторюсь, нужен целый коллектив, который работает над командой. Ведь в футболе также не может быть один, который должен все знать. На достижение результата работают все. В этой сфере вы работаете уже более 40 лет. Вот за это время, насколько сильно, ну понятно, сильно изменился хоккей, но как он изменился? Если взять то время, которое было в начале моей карьеры, то, наверное, многие вопросы решались одним человеком, одним тренером. Сегодня один все вопросы не закроет, и его правильное решение может стать неправильным. Опять же, сегодня играет главную роль группа. Тренеры должны понимать игроков, игроки-тренеров. А вот именно сама игра в какую сторону идет? В сторону силы атлетизма, индивидуальных действий или тактики? Был суперблок с Лорионовым и Фетисовым. Они показывали свой стиль хоккея. После же, может быть, другое десятилетие ушло на другое направление. Это такой жесткий хоккей. Теперь же все стало перерастать в тактику и технику. Это техничный хоккей, скоростной. Скорости действительно возросли. Хоккей стал намного быстрее и зрелищней. Возвращаясь к новомосковской Виктории, Нилу Каве, скажите своим опытным взглядом эксперта, есть ли будущее у новомосковского тульского хоккея? Большое будущее именно. Если говорить об этом клубе, то могу сказать, что потенциал строится на инфраструктуре. И если действительно инфраструктура будет еще и развиваться, то будет подниматься и результат. Но снова нужно говорить о направлении, которое выберет клуб. По тренерскому штабу, по селекции. И из этого и будет складываться результат. И дети будут показывать его, если будут работать под руководством опытных тренеров. Ну а тренеры будут получать этот опыт в процессе работы на льду с детьми. Ну и заключительный вопрос. Скоро чемпионат мира по футболу. Планируете следить, ли Швеция все-таки играет? Или только хоккей у вас в сердце есть? Была бы возможность, я бы с удовольствием посетил бы один из матчей чемпионата. Я бы остался здесь и до чемпионата, но время, к сожалению, ограничено. Я живу на сегодняшний день в Канаде, и это все-таки далеко от России. Нужно быть немного ближе к вашей стране. Конечно, я слежу за шведским футболом, стараюсь смотреть матчи сборной. Надеюсь, у команды не будет проблем. Они покажут хороший результат. Я желаю этому большому празднику, чтобы он прошел на хорошем уровне, и пусть победит сильнейший. Бьор, ну тогда ждем финала России и Швеции. Вам большое спасибо, что пришли к нам в гости. Ждем всегда у нас в Туле. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин